Продолжение следует... Начался наш разговор с такого достаточно мрачного посыла относительно фактической раздробленности, разобщенности, сегментации, фрагментаризации литературного процесса. И это на самом деле правда. Но я бы хотел подчеркнуть здесь некоторые вещи. Дело в том, что во многом периодически пытаются внушить, что это процесс якобы естественный. На самом деле, по большей части, это процесс, искусственно создававшийся в течение довольно долгого времени. Я бы хотел обратить ваше внимание на некоторые факты. У нас сейчас как бы отмечается год литературы. Я правильно понимаю ситуацию. А вы знаете, сколько в этот год литературы с начала этого года было закрыто в стране библиотек? Закрыто и попросту уничтожено. Год культуры у нас отметился уничтожением книжной палаты. И в результате фактически сейчас книги современных авторов не в состоянии дойти даже до центральных коллекторов. Библиотеки перепрофилируются, уничтожаются, а книги просто выбрасываются на свалку. Вот это жестокий реализм нашего нынешнего времени. Я достаточно много езжу по стране, и я знаю, как люди хотят читать. Я знаю, какая жажда, какая тяга к книге. Причем к книге не электронной, что нам тоже постоянно внушают, а к книге реальной, которую можно держать в руках, с которой можно вести диалог, с которой можно общаться. Но эту возможность неумолимо, жестко и искусственно ограничивают. Сплошь и рядом, так сказать, здесь можно кивать на каких угодно чиновников. Чиновники просто выполняют негласно поставленную задачу. Обуживается культурное поле. Сокращается совершенно неумолимым образом. То есть это один из таких основных, наравне с другими вызовов нашего времени, на которое тоже необходимо отвечать. Действие, которое должно родить противодействие. Вот уже приходилось об этом говорить. Мы с Александром Ивановичем часто ездим в рамках Пленума Союза писателей России по разным городам на различные мероприятия. И каждый раз, вот встречаясь читательской аудиторией, удивительно иногда вещи возникают. Вот передо мной тут лежит последний номер. Пятый номер журнала «Наш Современник», посвященный нашей великой победе. По окончании нашей встречи каждый, кто захочет, может бесплатно его себе взять. Вот так вот мы разводим журналы, общаемся с читателями и сплошь и рядом слышим из аудитории такое. «А вы еще живы, а вы еще выходите, а мы вас 20 лет назад читали, мы вас выписывали, а мы вас потеряли из виду». А ничего удивительного. Людей поставили в такие жизненные условия, что они просто потеряли, так сказать, потеряли саму возможность связи с культурой, с литературой, с чтением, хотя они очень жаждут этого. Вот как определить эту ситуацию? Как, так сказать, жесткий реализм наших дней? Или как некое, так сказать, реальное воплощение сюжета то ли из Рея Брэкбери, то ли из Олдаса Харсли? Я думаю, что здесь, что называется, мы имеем и то, и другое в одном флаконе. Что касается нашей основной темы, так сказать, о будущем литературы, я бы обратил внимание вот на что. Читая дискуссии на эту тему, изучая те или иные аспекты этой проблемы, волей и неволей приходишь, в общем-то, к одному выводу. И я об этом уже тоже не раз говорил. В русской реалистической литературе, именно в реалистической, в традиционной, в почвенной, в литературе большого русского стиля, большой литературной традиции, не существует приемов, способов проникновения в жизнь, способов воплощения в слове самых многослойных аспектов, как внешней жизни, так и человеческой души, которыми эта литература не овладела бы. И любое искусственное изобретение, как бы оно ни называлось, как бы оно ни определялось, оно будет занимать всего лишь навсего маленький такой сегмент, крошечный островочек общей картине и никогда не заменит собой целого. Когда на страницах журнала «Наш современник» в начале 90-х годов прошлого века, точнее, в приложении к журналу, появился последний роман нашего классика «Леонида Леонова. Пирамида». В общем-то, чтение этого романа, те, кто этот роман прочел, он стал для многих самым настоящим потрясением. А самое главное, обнаружилось, что, собственно говоря, этот роман занял собой такое пространство в нашей литературе, что оказалось гораздо проще и гораздо спокойнее о нем помолчать. То есть, как бы он существует сам по себе, кто-то его там читает, а мы, обсуждающие те или иные литературные проблемы, будем существовать сами по себе и не включать размышления об этом романе в наш разговор. Почему так произошло? По одной единственной причине. Точнее, главной причине. Любое начало любого разговора об этом произведении сразу закрывает все потуги и все попытки назвать литературой то, что ей не является. Выдать за литературу то, что не имеет к ней никакого отношения. Вот я привожу этот конкретный пример, я считаю, пример хрестоматийный, который просто сразу расставляет все точки над «и». Потому что, когда вы открываете этот роман и начинаете его читать, панорама, радуга, обилие богатства художественных средств, причем тончайших художественных средств, при передаче самых каких-то сокровенных взаимоотношений человеческой души с окружающим ее миром, сразу, что называется, ставит все на свои места в ваших глазах любого читателя. Просто в эту книгу нужно вчитаться, в нее надо войти, и она уже вас изнутри не выпустит. И так или иначе, вот литература такого толка, литература вот этой вот глубинной, почвенной основательности, глубинных, как говорится, таких жизненных реалий, которые соединяют в писательском слове землю с небом и с подпочвенными водами, то, что всегда было, в общем-то, свойственно брозе, поэзии, печатавшихся на страницах нашего современника, и авторы более талантливые, менее талантливые, более способные, менее способные, но так или иначе причастные вот к этой удивительной космической энергетике русского художественного слова, по крайней мере, так сказать, где-то отдельные лучи, ее выхватывающие, принимающие в себя, они всегда находили пристанище на наших страницах, и, в общем-то, серьезный разговор о литературе без размышлений действительно о существовании писательского слова вот в этой фундаментальной вертикали, он на самом деле лишен всякого смысла. И когда, допустим, вот я не раз обращал внимание на то, что, так сказать, когда появляются авторы, которые выходят в мир с чем-то действительно предельно значимым, и в том числе, так сказать, произведение, которое является собой вообще явление такого широчайшего охвата и одновременной глубины, вот я уже назвал пирамиду, вот я сейчас назову еще одного нашего современника, поэта, я считаю, одного из крупнейших вообще русских поэтов 20-го столетия, который в течение пяти лет работал с нами в буквах в нашем современнике, я говорю о Юрии Кузнецове, когда он вышел со своей трехчастной поэмой «Путь Христа», созданной как на основе канонических, так и на основе апокрифических Евангелий, и особенно когда он опубликовал вторую часть этого триптиха «Сождествия в ад», я помню, так сказать, какое-то ошеломление, которое наступило вообще среди людей, пишущих или как-то пытавшихся писать о поэзии, потому что осмыслить эту вещь, а он очень хотел дождаться при своей жизни ее настоящего осмысления, и так, к сожалению, и не дождался. Но действительно, с этим потрясением нужно было справиться, нужно было просто отдать себе отчет в вот этом прохождении поэта по адским глубинам, в которые погружена вся мировая история, мировая история и мировая культура. И как бы есть вход и есть выход, и оценить вот смысл этого входа в подземные глубины и выхода оттуда, когда сам Христос выводит поэта наружу. Когда сразу после публикации поэмы состоялся у меня такой диалог с Юрием Поликарповичем, я его так полушутливо спросил, ну что, Юрий Поликарпович, по следу там-то захотели пойти? Ответ его был совершенно удивительный. Он сделал такую тяжелую каменную паузу, те, кто с ним общался, знают эти паузы, посмотрел вот так перед собой и произнес как бы внутрь себя Данте. Данте мелко плавал по сравнению со мной. Это можно было бы счесть за какую-то фантастическую похвальбу, какую-то кордыню или невероятное самомнение. Но вот вчитаешься в эту вещь и начинаешь понимать какую-то серьезную справедливость этой фразы. Я это к чему все говорю. Я это говорю к тому, что вообще вот это противопоставление, даже сопоставление вот этих двух понятий, если мы, как говорится, будем рассуждать об этом на фоне действительно большой русской литературы, в том числе и современной литературы, современной прозы и поэзии, оно действительно, так сказать, оно в общем-то выглядит настолько несущественно, настолько несерьезно, настолько, я бы сказал, вымученным и выдуманным в контексте тех реалий, которые нас окружают, тех вызовов, которые бросает нам время и на которые тоже отвечает литература, как классическая, так и современная. Я закончу свое небольшое слово, опять, так сказать, проведя вот по радужной окружности как бы линию немного назад. Дело в том, что наш журнал, он в частности периодически обращался и к истории в чистом виде, и к истории литературы. Мы публиковали на наших страницах с продолжением опубликовали несколько писательских биографий, в частности вот наша совместная со Станиславом Куняевым биография Сергея Есенина, перед тем, как выйти к столетию поэта в серии «Жизнь замечательных людей», к настоящему времени она вышла уже более чем 12 переизданий, и в этом году готовится новое, оно печаталось в нашем современнике в течение года. И вот эта книга, которая вышла осенью прошлого года, моя биография Николая Клюева, о которой он в большей степени знают как учителя Сергея Есенина в поэзии, как его первого наставника, но гораздо меньше о нем говорят, как о действительно поэте, который прозревал какие-то совершенно невероятные будущие воплощения грядущие. Вот его поэзию с полным основанием можно сопоставить вот именно с фантастическими проникновениями как в настоящее, как и в будущее того же романа «Пирамида». Кстати, они были современники Клюев и Леонов и общались между собой. Кстати, эта книга сейчас вышла в серии «Жизел» и продается на их стенде здесь на книжной ярмарке. Главами эта книга тоже публиковалась на страницах нашего современника и во многом конечно стало открытие здесь даже не столько имени самого поэта которое читатели знали но что в том что это имя несет с собой фактически и для меня как для автора и для тех читателей которые читали журнал отдельными главами не периодически в журнале или потом брали в руки эту книгу это было взаимное открытие этого поэта взаимное открытие этого удивительного по своей по своему религиозному корению по своему охвату по своей вселенской русской красочности поэтического мира и тут опять-таки вернешься к разговору что это реализм модернизм авангардизм да просто напросто единая целая единая живая материя русского слова идущая еще со времен с тех времен когда не различалось устное блинное песенное слово и слово книжное и слово религиозного проповедничества это существовало как единое целое в единой органике в едином сращении и потому когда это слово звучало на свежем воздухе или читалось со страницы книги оно обжигало как огнем и люди действительно воспринимали это слово как последнее откровение вот это пожалуй тот горизонт та сверхзадача которая в реальности стоит перед каждым писателем потому что как говорил Александр Блок только о великом стоит думать только великие задачи должен ставить перед собой писатель невзирая на презренную прозу окружающей его жизни спасибо за внимание я не первый раз слышу о том что якобы авторы нашего современника это впечатление некоего одного автора под псевдонимом и честно говоря когда я это слышу я думаю что так говорят люди журнал либо не читавшие либо может быть раза два его открывшие а в основном это что называется вот вот опять-таки как создается репутация есть некий так сказать есть некая аура есть некая повисшая как говорится в воздухе мнение именно мнение которое якобы может что называется многое объяснить вот но я хочу так сказать как бы задать встречный вопрос вам себе самому вообще так сказать вопрос риторический но который я задаю в разных аудиториях можно спутать Валентина Распутина с Виктором Астахьевым или их обоих с Евгением Носовым или Олега Волкова с Леонидом Леоновым или с Леонидом Бородиным это я говорю сейчас о писателях старшего поколения но вот точно так же вот прозвучало имя Андрея Антипина действительно достойный достойный наследник ушедшего от нас к сожалению Валентина Григорьевича Распутина но положите рядом их произведения и вы увидите насколько это разные миры внутренние миры насколько это насколько это различна их музыкальная архитектоника насколько различна отношение к слову вопросы если кто-то вот есть вопросы ваше мнение не хотел узнать о премии большая книга вот насколько она отражает действительно вот литературу то есть насколько она делает известными скажем так писатели которые могут претендовать или могут стать потенциально классиками русской литературы то есть насколько она действительно отражает вот литературный процесс в русской литературе кто будет отвечать Слово «большая книга» вызывает у меня очень странные ассоциации, потому что на протяжении трех или четырех лет я украшал своим присутствием жюри этой самой книги. Почему я употребляю такое выражение «украшал своим присутствием», а не «работал», потому что принцип работы в этой книге очень любопытный. Я вам его сейчас обрисую в трех словах. Есть некий отбор изначальный для так называемого «малого списка». Кто участвует в отборе первоначально, что там сидят за люди и кто вычленяет книги для «малого списка», мне неизвестно по сей день. Но когда я, как член жюри, получал уже «малый список», я обнаруживал, что я там вообще не нахожу ни одного какого-то, ну, в реальности значимого имени со значимым произведением, которое, я знаю, туда прицелалось, и в результате я уже имею, как говорится, дело, простите, со слитым молоком. После этого я читаю эту дюжину того, что прислано, и я с трудом вообще понимаю, о каком, так сказать, о каком литературном процессе, о каких критериях, о какой ценностной иерархии здесь вообще идет речь. Мне до сих пор неизвестны принципы отбора. Говорить о том, что эта премия делает классиков, ну, знаете, классиков в кавычках всегда можно сделать на сезон, на два, на три. Но вот сейчас я спрошу вас, вот эта премия существует уже 10 или немножко более лет. Кто-нибудь может назвать книгу, которая стала лауреатом премии за эти 10 лет и которая бы стала событием в нашей литературе, но вот которая была бы у всех на слуху? Вот о том и речь. И где-то после третьего сезона я написал заявление, что больше прошу меня в этом кукольном театре не числить. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...